Друзья, всем привет! Сегодня на канале Твой Игровой у нас дуэль с руками Серёжи. Привет! Привет! Сразится Фил, руки Фила сразятся с руками Серёжи. У нас будет Диана против Кэт в Берсерк Герои, сет Расцвет Технологий называется. Эти стартовые наборы, так же как и бустеры для Берсерка Героев, вы можете приобрести по ссылочкам в описании к данному видео. И покупая игры и сеты и всё прочее по ссылкам из наших описаний, вы помогаете в развитии канала Твой Игровой. А мы переходим к дуэли. Для тех, кто не знает Берсерк Герои, что такое, что такое коллекционно-карточные игры, мы сейчас на этом останавливаться не будем. Можете посмотреть другие видео, чтобы узнать, что к чему. Мы также на правилах тоже заострять внимание не будем. Правила у игры достаточно простые, но, как всегда, есть нюансы. Мы просто поиграем. Итак, у меня Диана, Герой-Разбойник. Ну, мы будем говорить просто, что мы можем делать, да, что мы делаем, будем проговаривать. Герой-Разбойник, 25 жизней у неё. И за две монеты я могу называть карту. И если эта карта находится у меня сверху колоды, я показываю эту карту и беру её к себе в руку. У тебя Кэт умеет творить механизмы. У неё, да, у неё два свойства. За три монеты она может создать модуль атаки или модуль подавления. Вот здесь у меня выложены. И за одну монету она может уничтожать свой механизм, чтобы вылечиваться на два. И взять одну карту. Так, ну мы по четыре сдаём, да? Первым кто будет? Камин улицу, думаю. Четыре. Давай. Ну, ходи. Монету себе сразу начисляю. Смотри, да. Одну монету. Карту я не беру, так как это первый год. Ты первый год, первого игрока не добирает. И ты можешь, не забывая, сделать этот мулика. да могу и пожалуй даже я даже воспользуюсь этим я две карты кладу под низ колоды и две карты возвращаю сверху узнает что бешенство нет так и все 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 я походил так но я уже добираю карту да ты берешь монету беру монету выбираешь карту короче вот так так и погнали 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 ну давай начнем с того что мы создадим реактор механизм также модуль ну его можно создавать как бы отдельно за одну монету он стоит у него есть бешенство то есть он при первом или при первой возможности он идет в атаку ну как что у него возможности нет потому что все только вновь призванные существа они как бы ход отдыхают еще не могут понять что происходит вот и все до свойственного героя пользоваться пока тоже не могу ходить монету карту и я вызываю стального жнеца за две монеты это механизм атака 2 что где-то быв тут можно тут атака 2 жизни 3 у него когда это существо погибает до конца моего хода следующего стальной всадник карта стоит на две монеты дешевле окей все до добираем монету восстанавливаем монеты добираю карту так ну понеслась вдруг вступает гримнар за две монеты у него свойства плюс 2 к удару к удару по оглушенным существам но пока что он этого делать не будет этот идет в атаку я не могу его остановить не могу ничего сделать с этим долбаным реактором так хорошо я я да естественно иду на твоего героя ты назначаешь защищника я выставляю стального жнеца и тебе прилетает два урона мне прилетает тоже 2 и мой реактор погибает так и ворачивается поворачивается поворачивается у него нет особых свойств которые позволяют а в несколько раз доставлять все на этом мой ход закончен так восстановил этого тоже монетами установил ял карту 3 здоровья да у грима да получается так он вот такой вот и вот это вот сейчас мы будем Ладно, трачу 3 монеты и создаю CAT, модуль атаки, либо модуль подавления. Ну, в данном случае это абсолютно не важно. Пусть это будет модуль подавления. Я присоединяю его к стальному жнецу. И стальной жнец идёт в атаку. Что, механизмы точно не существуют? Да, ну... Для различных карт. Ну, то есть... Новый класс существ, механизмы. Хорошо. Механизмы это тоже существо. Хорошо. Пошёл в атаку. На кого? На героя. Ну, да ладно. Я же могу просто не назначать гримнара в защиту. Да, можешь не назначать. Так, 3 по герою. Давай. Да. Так, и... Рассыпался. У нас особо... Это на кладбище. Это уходит на кладбище. А этот вот у него даже рубашка отдельная у модуля. Он уходит обратно в колоду модулей. И у тебя там после его гибели дешевле сталь... После гибели стальной всадник мой следующий ход будет стоить на 2 монеты дешевле. Короче, пересобирает по запчасти. Да, да, да. Так, что, я добавляю монету. Всё, закончил. Три монеты у меня. Карточку беру. О, да, детка. Но пока нет. Блин, блин, блин. А чё ж всё так дорого? Ну, давай мы сделаем заклинание, как на ладони. Действие, вернее. Беру две карты и одну из руки возвращаю наверх. Да ё-моё. Да. Хорошо. Всё плохо. Ходи. Так. Вернул, вернул. Карту взял. Так. Так, за три. Раз, два, три. Создал модуль атаки. И за один вызвал стальную осу. Ого, это чё? Стальная оса. А, ну, она атака 0. У неё особое свойство, когда... Надо было наоборот сделать. Ты её с модулем мог сразу сделать? Да, с стальную осу и потом модуль вызвал. Да, то есть оса сама по себе ничего, ни о чём. Но её можно прокачивать. У неё есть особое свойство, когда мы разыгрываем стальную осу, и у нас на кладбище уже есть погибшие такие же осы, она может при вызове возродить до двух других стальных ос. Всё. Из кладбища собираются по частям. Окей. Так. Четыре монеты у меня уже. Я опасен. За четыре монеты... Так, у осы ещё две жизни всего. Да. Приходит эйвдаль. Эйвдаль при найме... Мы выбираем существо противника, открываем свою верхнюю карту и наносим ему столько же урона, какова стоимость этой карты. Четыре урона. Оса отъехала. Так, оса ушла сюда, модуль ушёл. И я знаю, что там тоже эйвдаль лежит, однако. Но у меня денег больше нет, поэтому на этом всё. Входи. Так, пять монет у меня уже есть. Картум взял. Хо-хо. Так, за три монеты я играю ритуал умертвить, уничтожьте существо, не механизм. Да, соответственно. Эйвдаль прощай. Уничтожил. И, пожалуй, да, я сделаю это, потрачу ещё две монеты, сыграю адепта культа крови. Так, он наносит там две раны. Классный, классный, классная карта вообще такая. При найме возьмите две карты, каждый раз, когда берёте карты, ранить вашего героя на один за каждую взятую карту. Я беру две карты и наношу своему герою. Две раны. Сейчас, Влад. Попил кровью. Да. Всё? Угу. Так. Пять монет. Карта. Ну чё? Ты готов умереть? Вот так сразу? Нет. Я буду бороться. Потому что на поле боя выезжает гремлинская громыхалка. О-о-о-о. Это прекрасно. С, два, три, четыре, пять, да. Со все деньги, наверное. Угу. Так, добавил монету. Взял карту. Вряд ли можно сказать, что гремлины в полной мере освоили механизмы. Впрочем, всё, что плющит, калашматит, рубит и вообще разрушает, им по нраву. У него всего лишь шесть здоровья и шесть атаки. Никаких особых свойств. Значит, шесть у меня монет, да. Плюс это механизм, который можно прокачивать. Да. Так, у меня шесть монет и их я трачу все шесть. Вызываю стального всадника. Вот, серьёзный какой-то пацан. Да, и ногту. Значит, по стальному всаднику у него опыт в атаке, опыт в защите. Ну, то есть он может бесконечно атаковать и защищаться, да. Он не поворачивается. Кстати, написано, что вот, атакуйте существами не более одного раза каждым существом. Вот. А в защите, да, он может выставляться на защиту сколько угодно. Не более одного раза каждым существом. Да. А мы в первой партии не так играли, кстати. Ну, вот, тем не менее, опыт в атаке, то есть после атаки... После атаки он не поворачивается. Он не поворачивается, я не знаю. Ну, смотри, ты его восстановишь обратно в начале только своего хода. То есть он в защите, если ты им проатаковал, он в защите не будет обратно бить. Да. А тут, получается, ты можешь и проатаковать, и защищаться как нормально. Как если бы он не атаковал. После гибели стального всадника стальной гигант будет стоить на две монеты дешевле уже. А у Нокты, получается, когда она наносит раны, то герой излечивается на два. Понятно, все с тобой. Так, они пока не могут атаковать. Этот не атакует, потому что у него ноль. Но он может пойти в атаку и огрести. Он может пойти в атаку и огрести, и тогда ты... Да, если, ну, как бы... Я могу не выставлять против него защитника, а он как бы не просто... Просто... Просто на ноль проатакует. Ну да, это логично. Ну, пусть стоит. Окей, все, да? Угу. Так, у меня уже шесть монет. Берем карту. Ну и понеслась. Ритуал проводим за четыре монеты. Раз, два, три. Конструкция бронеход. Создайте модуль подвижности или создайте защитный модуль. Понимаешь, мы громыхалку будем улучшать. Угу. Мы дважды делаем модуль подвижности. То есть, вот, вот, не уверен, можно дважды? Можно, да? У меня, правда, какой-то кролик. У меня есть еще. По поводу. Привода, каждый раз, когда вы берете карты, может быть, каждый раз... Да нет, но это свойство при найме, которое работает. Здесь, да, видишь, наем. Ну, да. Наем работает все вот это. То есть, те карты, которые ты в наем добираешь, наносят раны твоему герою. Вот. Два модуля подвижности я могу спокойно строить в своего... Угу. В свою громыхалку. В свою громыхалку. Мы сделаем удар током. По всем существам. Она, у меня две монетки. Что он дает? Один урон каждому существу. Один урон каждому существу. Да, вот у меня вопрос. Герои это не существовали? Один сюда, один сюда, ногта уходит. Ногта ушла на кладбище, да. Персонаж это герой или существо? Да. А существо... Нет, с этим написано, что любое существо обладает ударом и может атаковать им героя или существо противника. Герой это не существо. Угу. Поэтому герою не приходят, а этим всем по одному. По одному пришло. У меня еще одна монетка есть, и мы сыграем раскат грома. Ранить существо на три. Угу. Ну, соответственно, отъехал. Сальника, да. Так, и при гибели мы все знаем. Помним, любим, скорбим. Да. Так, ну и что? Иди в атаку. Прикрывайся своим адептусом. Громыхалка убила всего лишь адепта. Да, да, да. Ничего нормального. Входи. Так, монету забрал. Стою вот ее. Ну, арту взял. Ну, давай попробуем. Так, за три я создаю модуль атаки. Так. И за четыре хотел. Все. Два, два. Угу. За два. Адепт кует о крови. Опять. Да. Я взял две карты. Подбивает кровь потихоньку. Раз, два. Нанес себе два урона. И за два выведу стального жнеца. Таких ребят мы уже видели. Все? Окей. Я их всех вывел в этот ход, поэтому... Так. Сколько у нас там уже? Три, семь уже, да? Ой, ой, ой. Отлично, 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 отлично. Мы нанимаем снова Эйв далее. За четыре. Будем наносить урон. Наносить урон будем вот этому товарищу. В размере. Ну, два всего. Ну, он еще стоит. Да, еще держится. Но это ненадолго. Так, сколько у меня осталось? Три. Четыре. Да, три осталось, хорошо. Ну, и оборотня наймем за три. Оборотня пришел. Он при гибели может просто вернуться обратно вот сюда, наверх колоду. Так. Так, я смотрел карту, да, верхнюю? Там, я просто еще раз запомню название карты. Ага, все. Хорошо, сложное название. Обсовет смотрел карту. Я смотрел вот, Эйв далее наносил он. Я показывал эту карту. Так, и эти у меня только призванные, поэтому, ну, гром и халка такая, грохочет. Умер. Ну, естественно. Так. Все, давай. Монетку докинул, карту взял. О! 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 Сколько там сейчас? 8, да, у меня получается? Ну да, сейчас уже не по-детски будем бодаться. Ну чё там, давай комбо-вомбой, да нет, ещё рано комбо-вомбой, да, профессионалы уже доиграли. Так, значит смотри. Смотрю. За 3 играю ритуал умертвить и уходит и вдаль, пошёл он. Так, теперь за 3 бахаю модуль атаки стальному жнецу. Ой-ой. Так, и за 2 играю ритуал небольшой заказ. Сейчас создаю модуль по своему выбору. Ага. Ты прокачиваешь жнеца своего, он не самый мощный. Да, они одинаковые фактически сейчас. Я не жнеца, я хочу модуль атаки прокачать модуль атаки. Мы установили модуль атаки, ваш модуль атаки. Да, да, да. Так, и теперь... Никогда не было и вот опять. Да, и теперь стальной жнец идёт в атаку. Чё там у него? 4. Они абсолютно одинаковые. Ну, в смысле 4. Ему не хватает 2 здоровья. Ну, давай. Пум, умер. Пум. И оборотень тоже. Так, модуль атаки ушёл сюда. Да, и стальной всадник у меня теперь стоит на 2 дешевле. Ну, и ты наносишь герою 4, да? С модуль атаки. Да. Хорошо. Всё. Окей. А, и модуль атаки. Повернули. Поворачивается. Держись. Чё? Понятно. Нет, ты не понимаешь во что ты вляпался. Да. Во-первых, мы делаем конструкцию. Бронеход. Ой-ой. Модуль чего там? И мы ещё отсюда добавляем. Ну, тут либо модуль подвижности, либо защитный модуль. Модуль подвижности у меня есть ещё 2, да. Тебе не повезло. Но, подожди, подожди. Защитный модуль просто 2 здоровья добавляет. Поэтому, конечно же, будут ещё 2 модуля подвижности. Модуль защиты как бы... Он броня 1 даёт. Угу. То есть, это будет броня, которая несгораемая у него. Плюс ещё 2 здоровья. Но, мы пока что его подвижностью пропатчем. Короче, у него уже вот так. Что ты будешь с этим делать? 10 атаки? Я не знаю, что будет. 10 атаки, да. Это ещё не всё. Мы теперь ещё золотой трон создадим. Смотри. У него, короче, это местность. То есть, её не атакуешь и ничего. Просто у меня появляется такая способность. За 1 монету и поворот этой карты я показываю верхнюю карту своей колоды. Если это механизм, я создаю модуль подвижности или защитный модуль. Иначе, я могу положить эту карту под низ колоды и подготовить золотой трон. Угу. Показываю. А, ну ты монеты берёшь? А, блин. А ты можешь её сразу, это свойство играть, когда ты выложил только эту карту? Ну, это не существо, это местность. Я не иду в атаку ей. Я свойства использую местность. Ага, хорошо. Получается, что можете положить эту карту под низ колоду и подготовить... То есть, я могу ещё раз этим воспользоваться в этом же ходу. Нет, я решаю, что... Ну, не сработал мой золотой трон. То я знаю, что у меня теперь воздухоплавает. Это не важно, потому что я её так возьму. Короче. Едет моя громыхалка, тебе 10 урона. 10 урона. 10 урона. Бфф. Бфф. Я всё. Ага. Ходи. Так, монетку добрал. 14 из 27, 13 жизней осталось. Карту взял. Так, у меня получается 9 уже. Ну, следующим ходом, если сейчас громыхалку не это... А как я её это? Ну, либо кого-то призвать, чтобы на защиту встал. Ну, можно, кстати, да. Желательно двух. Да. Так. Получается 9, да? Громыхалку на кого-то отвлечь. Ладно. Раз. Ну, ещё не всё, кстати, да. 4, 5. У тебя ж 13 осталось. Там 10. Ну, почти всё. Так, за 6 я вызвал стального гиганта. О, вот этот парень мощный. Да. Кажется, у громыхалки появился достойный соперник. Так, и... Ну, не то чтобы очень. Да, и за 3 я создаю модуль. Так. Угу. 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 Давай на него. А, можешь на него? Не, не, не. Давай. Давай её убирать. Хорошо. 4 урона на нас. Окей. 4, 5, 6, 7, 8, да, уже? Нет, 9 уже. Уже 9. Следующий, последний, десятый будет. Так, берём. Ну, что там твоя воздухоплавательница? Да... Я-то тоже запомнил. Да не очень она. Угу. Понятно. В данной ситуации. Так, у меня ж все восстановились. Буууууууууууу. Зарядил все стволы. Ну, давай мы наймём Гримнара и воздухоплавательницу за 5. А-а-а-а. Полевера. Пусть будет. Пусть будет. прикрываться надо чем-то это 5 она при найме просто могла так как мой герой разбойник я бы мог закрыть твое существо не механизм поскольку у тебя все механизмы это не работает гримнар просто плюс 2 к атаке по глушенным существам так у меня есть короче еще свойства героя я хочу золотой трон использовать показываю верхнюю карту своей колоды это не механизм но я теперь знаю что у меня там дитя и ара я не буду пользоваться это свойство как бы золотого трона я использую свойства героя за две монеты я называю карту сверх колодки это дитя яра об дитя яра она остается у меня на руке у меня еще одна монетка которую я уже использовать не могу поэтому мы едем в атаку ну на героя ну в защиту естественно выставляется стальной гигант 9 прилетает и они друг друга аннигилирует правда жестко 9 плюс 14 у нас здесь больше 10 короче ну и ты соответственно так теперь смотри значит что происходит при гибели стального гиганта я могу положить стального жнеца или стального всадника с кладбища в руку стального жнеца конечно так последняя десятая монета карту в руку что ты мог бы не улучшать кстати своего стального гиганта ну посмотрим ну давай посмотрим так 10 значит уже по полной да я уже приняла серьезный оборот так за 5 5 вызвал стального всадника за 4 совершил ритуал конструкция диверсант выберите два раза создайте в общем модули 2 модели на ки 2 модуля подавления так теперь что и куда лучше вот у меня атаковать сейчас не будет у тебя в сумме атака 4 до до из тех ребят ну тогда пойдем на два модуля атаки ему так и за один я играю вызываю стальную осу я вот не помню автоматизированную систему управления стальная оса у меня уже есть за этом самом на шладбище сбросить поэтому но орда как работает когда вы разыгрываете стальную осу возродите до двух других стальных ос ну вот одно я возрождаю а ну все блин но и таки ни о чем просто жужжат не кусаются жужжат не кусается все мой ход закончен нет не закончен вот этого я вывел только что модуль атаки пошел в атаку так что у него две жизни у него две жизни 4 наемница бесполезно его на себя взяла уничтожились все что сюда помпом помпом 3 и 10 все это максимум монет до трон восстановился я беру одну карту о да детка так ну во первых мы за одну монету играем свойства золотого трона смотрим карту это механизм поскольку это механизм реактор ярость клана мы можем создать модуль подвижности или защитный модуль мы создаем модуль подвижности сам по себе такой катается на гусеницах да и использую свойства героя там короче вот это вот ярость кхара и реактор ярость клана короче да я отбираю себе на руку по свойству героя так этот у меня только приехал такой тарахтит там чё-то поехали дитя и ара назовите карту и покажите верхнюю карту вашей колоды положите в руку из показали названную карту давай короче гремлинская тарахтил сам самая популярная что кстати блин зачем я за две монеты это делалось ему к этим не протупил надо было наоборот не свойством я бы монета сэкономил да ну тарахтилка нет короче ладно это мне стоило 4 чего связать дал мощным ну и собственно говоря у остается еще три мы делаем такую штуку мы делаем из этого механизма у него кстати опыт в атаке у самого по себе мы добавляем ему парализатор и добавляем ему реактор ярость клана за три монеты все да ну вот смотри два вот один тын-динь но он только призван он не может где-то короче у него получается атака 5 и здоровья 5 так и чё гримнар да гримнар чик бешеная вообще штука давай на осу на осу будешь защищать смысл но надо что-то делать с осами но убивай добиваю все но ты поверни его все в принципе с этим садником давай так давай покажи нам класс одну монету потратил вот так еще сделаем 3 потратил пропачиваешь да создать модуль атаки или модуль подавления да модуль атаки пропачивать садник это кошмар вообще за четыре действия утолить жажду ранить персонажа на 3 излечить своего героя на 3 но подожди я думаю кого ранить персонаж 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 это да это и существует и делающего углубого интересные механизмы можно да там что на карте написано да можно из механизмов видимо машинное масло пить так давай гримнар шоу гримнар я исцелился на 3 дальше так у меня осталось 3 я потратил вызвал адепта культа крови 2 урона себе нанес 2 карты взял все стальной всадник пошел в атаку на кого подумаем так у тебя там 5 атаки там 5 атаке тут здоровье 5 тут здоровье 4 этот еще опытный в атаке а этот тоже опытный в атаке опытной защите кто стальной всадник не но я о том что кого тебе выгоднее убить я понял выгоднее вот этого убедим да так я отхватил 5 урона дожди но я могу за нас что на защиту кстати этого отправить а да пожалуйста так что но во сколько как бы очевидно ну все тебе 5 мне 5 и он остается не повернули потому что он опытный в атаке блин жопа и у него жизни осталось 2 2 здоровья осталось 6 плюс 4 почему 5 у него жизнь а фу я так считаю до 77 до 2 же да эти товарищи их только призвал и вообще 0 да так что все все у меня ход закончен это прекрасно так беру ну давай за одну монетку мы пробуем 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 посмотреть эту карту верхнюю так ну это не механизм блин я короче это под низ колоды кладу и заряжаю трон еще раз его использую золотой трон такой подпитался энергией о да это такая подсылка вообще чем 40 тысяч до них же император на золотом троне сидит да кстати ну короче я посмотрел эту карту не буду возвращать его под низ колоды использую свойства героя за 2 монеты называю оборотень оборотень ну давай за 1 2 3 4 5 6 так оборотень с новым разведчиком пришли что гном делает гнум же а гнум у меня призван только что поэтому гном что делать каждый раз когда гном разведчик наносит раны герою я могу смотреть верхнюю карту любой колоды а понять свои так и чужой но оборотня вы уже видели гнум просто неплохо в атаке на самом деле вот и есть ну поедет наш модуль в атаке на этого прикрыть создания прикрою стальное стальная оса ушла он ванной опыт он опытный в атаке он не поворачивается поэтому он он один раз только так до любые существа атакуют один раз забываю все время ну конечно это очень вкусно было бы где бы еще сюда везде так по всему поедет поедутся все получается да хорошо беру карту на почуть войска самому вот это такой в руках карт так много да ты что это коло этот герой он я понял эту фишку она играет от того что у нее выбор большой карты вот так вот ну это тоже видишь как бы тут стараюсь ты ну ты как бы смотришь на не зря нарисован этот крюк в первой партии все и говорил что он типа ты смотришь на карты а я вслепую их просто еще и здоровья при этом теряю там адептов крови так но у меня простой очень ход будет на самом деле я за четыре раз мне тоже давай сложный четыре я играю действие утолить жажду ранить персонажа на три гном до глава ранил себя излечил на 3 гном мощный дядька был так и вторым действием я играю все 6 вот оставшиеся трачу я играю воющего мертвеца у при найме если ваш герой получал раны в этот или прошлый ход в прошлых вот получал да там себе да сам себе то герой противника получает три раны да ё-моё так вот ни сфига вообще прилетела 37 уже дам проще сделать 52 ну что нет ну что беда ты можешь прикрыться всегда же да прикрою все такой пойду на модуль подвижность кем ну что у меня у тебя еще он и только пришел точно сколько здоровья 2 осталось осталось два конечно обороте него прикрывал бородь не прикрывает идет наверх колоды садник идет сюда так модуль атаки три модуля для нам нужны сверху колоду он дешевый так пусть полежит все так беру карту где она восстановилась ничего золотой трон работать об это не механизм ну давай кстати оставлю наверху свойством героя подниму ее это я забыл название как на ладони как на ладони это действие я его трачу за одну монету беру две карты одну из них наверх колоду серьезно ну давай одну причем из руки все добавляю эти карты к руке на возьмите две карты и положите карту из руки наверх колоду с не обязательно эту класть но я уже так решил так еще улучшаем короче вот эту штуку и оборотень до внутри вернулся в строй что тарантайка поехала куда ну вот этого товарища адепт сдох не поворачивается все раньше да все ходи что там вот этот который мощный пошел авто вин практически не жалко твое карту сколько у него сейчас здоровье получать 7 до 7 ай-ай-ай-ой-ой-ой-ой-ой уничтожаешь так и скажи зря как есть так ладно за три создал модуль атаки за 4 сыграл ритуал конструкция диверсант что это выберите два раза одно из создайте модуль на время создайте модуль атаки я прокачал модуль атаки 3 пол x да так и у меня осталось 3 но он дохлый тузовый дождь бьет нашли все так и есть и за 3 я играю оружие костяной арбалет о да если на вашем герое нет рану должен излечиться на x вместо этого ранить героя противника на x а за одну монетку он ранит героя противника на 1 и излечивает моего героя на 1 неплохо да и причем он не уничтожаемый но он в типах герою привязан костяной арбалет типа моего вот этого трона мне вот только интересно уже не поворачивается получается я могу под нарисованом нет я могу выводить одну монетку ранить излечиться потратить одну монетку ранить каждый ход так на 10 будешь меня ранить я не знаю нету чё ну давай посмотрим ранить героя противника на 1 излечить вашего героя но это имба тогда вообще оружие здесь нет ну я считаю что 3 по ну-ка у меня вот на троне как поворот нарисован здесь нет кажется они не забыли допечатать забыли допечатать нет но это если я все 10 бы в этом да блин ну за 10 минут ты прикинь ты просто моего героя за два хода уничтожишь арбалетом и за при том что если буду еще и лечить при том что ты еще сам лечишься при том что ты как бы сам ну и стоит он троечку да ну давай так сделаем просто добавим давай он одноразовый как мы договоримся на пусть у меня это имба не смысл этого и расход расход иначе ладно мы уточним этот момент потом обязательно в комментариях напишите кстати как правильно да и за потому что так и модуль атаки у меня только вышел это так и воющий мертвец воющий мертвец идет в атаку на оборотник да хотя нет он идет вот так вот на вот это ну конечно разменяться будешь у не разменяться убитая не убью а у него 6 всего лишь хотя и я же могу ничего не делать да я могу не атаковать абсолютно можешь и оставить его таким образом целая все я тогда оставляю вот здесь не атакую зря почему зря не знаю думаешь думаешь нет ну тогда по героя потому прошел бы урон давай логично так мне придется их уничтожать ну все да взял карту знаю что это как на ладони играем беру две карты одну из них возвращаем главу да ладно отлично отлично а стоп да здесь снежный барс я говорю две монеты беру его на руку за одну монету призываем это существо за две монеты я могу доплатить и у него плюс 2 к удару будет до начала моего следующего хода так давай сыграем золотой трон оп еще один снежный барс теперь я это знаю ладно пусть лежит нет пусть вниз колоду идут перезаряжаю трон трачу еще одну монету вот это пусть сверх колода лежит с две монеты играю парализатор оборотень идет вот так вот сюда идет вот так вот сюда больше мертвец на ней ну три получи тебе зря нам так сделал да ну короче модуль подвижности сюда хорошо я получил 6 получил 6 умер 6 у меня всего так 2 2 жизни у него осталось но все да все ходи а и за две монеты до барс усилил меж все равно остается он когда действует а за одну монету даже не важно так аспоп до начала моего следующего хода он в защите сейчас будет 3-2 так просто лук там ну вот понятно так до начала своего следующего хода моего, да так, ладно за одну монету ранил героя на 1, себя излечил на 1 ну понеслась 3-3-3 так и за 8 8 призвал, ну за полную цену призвал ненсоморда зверя ух ты, этого я не видел товарища, ничего себе видел 9 в атаке, ааа видел, видел, если бы у меня было более 15 ран, он бы мне со скидкой бы пришел так не важно, у тебя там есть 8 что теперь с ним делать 9-6 все все я закончил этим не пойдешь в этом нет, не пойду зачем дело ваше нет эээх ну, наверное, мой героический модуль сейчас соento same кем? у меня Mia с смортом So Sale Landemgot van de mortem да invention так, погнали значит как на ладони играем за одну монетку угу беру две карты у У-у-у-у. За 2 монеты. Говорю, что там гримнар. Взял. Золотой трон поворачиваем. Одна монета. Смотрим Ну, это не механизм, понятно Ух ты ж, ёлки-палки Я не видел, кстати, его В бою Значит, наверху полежит Так, ну что? Гримнар добавится Названия эти в голове держать приходится Так, гримнар пришел Только что А что у нас дает Оглушение Это прекрасно Мы играем за две монеты Призрачные оковы Угу И Оглушаем Вот это существо Угу Что это значит? Это значит, что оно поворачивается Угу И в фазу восстановления Снимается Оно не восстановится А просто снимет вот это Снимется же то Да, то есть он будет повернутым В твой В твой следующий ход Так Этот только пришел Ну и что? У меня есть деньги Да Мы усилим барса Барс идет в атаку Угу На него Убил Убил И барс И барс Барс Аля Уруг Ну У нас теперь едет модуль Ну да ему как бы и никто Сколько тут у него 8 9 9 Ну 9 9 9 Ну 18 Не подделает Да нет Давай Давай 18 урона Ой Ну это Всего всего восемнадцать осталось 9 ну все вот такой ход был веселый так все теперь значит в свое восстановление брал ну как бы что существо не призовешь то все они лук лук работает не просто и этот наносит 9 у нее осталось 9 но за счет лука 10 давай лук сразу сыграть давай вот так вообще сейчас начнем по жестяку ну-ка ну смотри ладно лук сыграл она один ранил тебя на один вылечил так теперь же вместо тройки единицу пойду это двойка была отсюда за 2 сыграл черного гостя 2 здравствуйте при этом взял карту что при на ими карту дает при нами дает карту и ранит героя на 2 ну да черный гость там пришел хозяев показал 3 но это не очень для тебя есть еще кого-то не призовешь к ухо осталось за 2 призвал стального жнеца и за 3 3 модуль атаки ему дал ну вот это уже чё-то так для монеты еще осталось все так у меня кто-нибудь атаковать никто не может только что пришли но эти перешли я этот вот пришел отключки навалялся там так взял ох но и трон запустим поставить да у тебя вот такое это самое типичный такой уход запустил трон посмотрел напомнил забрал как бы конечно колоду хорошо ржон тусует познание эфира там лежит забрал познание эфира так мне надо ну короче призываем мы гору или гору ну 45 понятно за монетку я показываю верхнюю карту если там существо то гару плюс 2 получает атаке нормально просто если это существо они тут же он получает броню 2 до конца хода иначе может ранить существо на 2 ранить существо то есть без атаки просто на 2 это очень хорошо потому что я могу твоего черного гостя просто гару ну да без атаки ну причем свойство что у него сразу работает слушай может быть это и сделать либо может быть ну так вот честно по уже второму ощущению колоды не сбалансировали подожди знаешь что давай сделаем сейчас подожди я все таки позна блин ну почему это мы просто играем так но вообще туда тут не знаю насколько они сбалансированы и сложно пока сказать так гору только пришел ты считаешь твой колода слабее да ну да пока не уверен ну в эту партию у тебя получше идёт ну потому что первое ты просто слил вообще немножечко понял как всем этим можно управлять блин чё же делать то гримнар пойдет ты прикроешься черным гостем это понятно потом мы чё жнеца выпиливать получать от него четыре это досвидос модуль подвижности сразу давай запустим гару показываю верхнюю карту ну это существо угу потому что гару получает броню броню получаешь? да ну ладно две брони ну это как бы ни о чем до конца хода смыться что он не может атаковать ну зато я знаю кто здесь теперь аня это мне особо не поможет это плохо что я через заклинания не смогу вот это свое сыграть ауу ну слушай это бесконечно можно делать опять же здесь нет поворота а то есть он сам по себе не поворачивается он сам по себе не поворачивается но делать это можно получается только один раз! что логично ну да потому что существо существо кака ты? ты же кладешь на место эту карту? ну да 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 ну то есть еще плюс 2 брони я не получу естественно ну ладно короче давай гримнар пошел сюда туда без разницы ну ты уж прикрываешься черным гостем правильно или нет кем прикрываешься да я могу никем не прикрываться ну получишь тогда просто два сюда урона но получу ну в смысле он же обратно нет он повернул поверну ну тогда нет тогда мне смысл вот так отвечать ты получил сюда 2 а вот этот отъехал ну и он поворачивается о так этот проживет мой еще модуль подвижности в таком случае это убирай своего черного гостя получаю ну что я на него я на я иду на герой идешь на него я иду на герой все черный гость черный отъехал отъехал я получил одну раму да и сколько у него их осталось 1 1 1 я выжил сюда я просто не думал что он еще поживет так все повернул повернул до повернул начале хода до поворачек карту взял кто там у меня был забываю название неплохо ну давай одну монету потратил по герою один себе один вылетел кстати у меня уже 10 так ну как раз раз два три улучшил женица модулем атаки а хотя его есть смысл улучшать или ну но с одну жизнь получит может быть или отдельная таску не 6 а таковая до оставляю есть смысл так и 5 призвал стального всадника ну теперь смотрим остальные же нет пошел 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 вон туда так сконил 6 6 хотелось еще этим собирать она у тебя в любом случае пойдет еще этот атаковать до прикрою сколько там 9 вообще елки-палки гарму защиту ну понятно подожди сколько у него так 4 она все хватает там четко так и пошел на сама на героя ну вот так ну разменялись соответственно получает он 9 9 все на да если в гару не поставил то было хуже это прекрасно так у меня никого нет да ну да блин гару был хорош но их трое есть еще надежда так ну давай по старинке строна начнем трон поехал ой это механизм ура и что это значит если это механизм создайте модуль подвижности или защитный модуль мы создаем модуль подвижности теперь я знаю что там за карта диана и и поднимаем это короче этот ярость там механизм яркого реактор ярость клана реактор реактор хорошая игра да так теперь мы отличный отличный план тебе не кажется что это долгая очень но эта партия в турнирном формате мы просто новички поэтому долго играем поэтому давай значит мы сразу этот модуль прокачиваем кстати чё тут у меня а не модуль бешенства мне не нужен одну монету всего стоит авиаманка мы призовем раз два три 4 это наемник при найме создайте модуль по вашему выбору естественно мы еще один модуль подвижности кладем вот сюда получилось уже 64 4 не хватает опять до 2 монеты у меня осталось не хватает на это заклинание ну чё ну все выходит атаковать не могу ну таких тебе двух соперников создал ну тебя рука не что не кончается все ну да так все есть в прошлой игре мы уже оба с пустыми руками сидели да Продолжение следует... ну давай на один тебя себе вылечил так один призвал ногту знакома девка 23 за скелетом улучшил стального всадника ух ты ж блин мощный экзоскелет 44 давай вот так вот два призвал черного гостя получил 2 урона 5 этот дурак взял себе карту так хорошо 33 я играю выжигающего кровь при заново лечите все раны которые были нанесены вашему герою вашими картами в этот ход одну 2 а он 2 на мой раны да он 2 наносит раны все офигеть теперь он несбалансированным что-то этот может вот так только он может идти в атаку да и он идет в атаку не героя да ладно на авиаманта ну бил авиаманта два урона себе отметил и он опыте в атаке и опыте в защите то есть все да на этом у тебя ну да у меня я и так по моему неплохо так туда неплохо неплохо набираю как он пошел давай трон трон пошел трон пошел о отлично там дитя я ара говорит диана достает его теперь смотри что у нас происходит раз-два-три-четыре-пять граммыхалка граммыхалка давно не было да и вот снова ну блин все к сожалению на этом на этом отдавать его не отдавать ты гостям прикроешься короче у него восемь етишки офигеть граммыхалку просто разберешь в один ход этой штукой ну блин давай что на этого всадника гость гость 1111 нашел а ну в принципе я смогу ей прикрыться наш опытная вот таким да все ходим жестко ну давай 1111 потихоньку потихоньку все уже высосишь хотя слушай но это мощная штука ты блин тройку все стоит ну вот а как ее убрать не как она просит все время вот только лишь бы денег хватало но за одну монету не ты будешь ход пропустить тупо 10 10 там восстановить свои 10 10 снести видишь а если на вашем герое нет ран и он должен излечиться вместо этого ранить героя противника на икс то есть если бы я его кем-то лечил вот этим выжигающим кровь и у меня бы ран не было я бы должен был излечиться на как а подожди а если нет не получилось бы тут фигня как ладно одну потратил играю стальную осу и она оживляет то и остальных осы блин ну все по ходу мне ком короче вот стальная сна и вот стальная оса да можно их прям так роем ну они все равно все нулячие ну погнали так и сколько у меня осталось много еще осталось мне немного осталось раз два три потратил 3 улучшил блин у него и так 6 ты чё смысле у него шесть здоровья 6 это много тогда вот так что с ним делать соломатским садник смотри вот эти трое все они могут атаковать тут главное порядочек кто у тебя есть опытной защите нет опытных защиты тут осталось тут полностью шесть но кто пошла в атаку на на героя грамма халк 2 получила грамма халка и когда но кто наносит раны излечивает героя на 2 то блин ну ты знаешь что осы не атакуют нет ты знаешь что мы следующий что следующий пойдет в защиту следующий ну выжигающая кровь идет на героя атакует героя атакует героя на 3 ну что пойдешь нет еще все охот закончил ну хорошо блин ну что то как то это не по себе так беру карту о трон нет трон один и он идет бой а это неплохо это неплохо там эйдваль о я помню да хороший мужик ну короче я его призываю раз два три четыре при нами выберите существо противника да 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 вот этого выбираю и он получает 3 3 и того 5 а подожди а все 9 такс играю наконец-таки это заклинание познание эфира поиск до двух заклинаний стоимостью 1 короче два заклинания поднимаю с колоды кстати как поиск там эти потом перемешивается колода что ли там не написано да найдите в своей колоде покажите ее противнику положите ее и к себе в руку после поиска перемешаете да ну да то есть ты как бы знаешь чем дам осталось знаешь как вам паря раскат грома ранее существо на 3 о да ну еще один раскат грома теперь ты знаешь теперь я все знаю теперь я знаю все что могу просто тебе внести 6 ран до картами ну и все давай ходи атаки а блин атаки я забыл точно этот не может ну а сколько у него осталось осталось 4 ну вот как раз едет массу убил он опытный опытным атаке оса ему 0 да ну конечно ну громыхалка у громыхалки а нет я же не могу больше этого атаковать получается одним героем одно существо ну одним героем одно существо ну если ты атаковал то на защиту встал ну да не более одного раза каждым существом а все я могу еще ровно же что-то почему ну хорошо асу так асу алсу так алсу все все да ходи я просто заклинаниями уберу мне бояться да бойся хорошо бойся так дель весит а там тебя да и вдаль да он слабенький при призыве как хорош так ну поехали один тебе один вылечить так так мне уже 16 уже 9 всего осталось клинаты уже подлечился прям тоже неплохо 14 старого да я лечу с теми своими громыхалками давай так 1 2 3 потратил асу улучшил экзоскелет нет механическая конечность и ванну модуль а это твои карты из этого из руки да аса с механической рукой что были бы его экзоскелета 44 обалдеть но это с руки то есть они да 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 водятся совсем так и играем тогда ну пошел уже пошел выжигающий кровь на героя поэтому достаточно для нести даже 4 как 4 у него я лею у их дать их дать тебе на 3 пиво я его убил тебе ты внутри так погнали дальше а что мне это повернуто потому что она атаковала атаки 5 ассана героя сколько 6 6 много вот этого еще больше но для этого еще будет этого будет 10 больно ну давай 6 все да да серьезно да карту давай щас свои заклинания тебе заклинания будут тебе заклинания давай своими осами достал последняя такая кибероса такая так а чё у нас получается значит если мы троном для начала надо воспользоваться не забывай про трон о механизм это значит что мы можем почему тут один потому что ранил один у него всего не то ранен 5 должно быть опять я не помню а нет все 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 это другое да кто с ним воевал короче я строю модуль еще один а вот будет это модуль подвижности или добавка к этому все равно размениваться как бы ну да долго это тянуться не может конечно новый построили здесь гремлинская громыхалка да ладно тебя еще одна у них три теперь обувишь прокачивал колоду вот это вот это теперь да это теперь больно но мне улучшать и особо нечем так что не боись у тебя нету таких вот модули как у меня который каждый ход можно накидывать но но у тебя же есть заклинание у меня есть заклинание у меня есть еще два снежных барса 1 2 3 4 думаю просто еще одного призывать или не призывать теперь в твою сторону конечно перевес дофиг знает сейчас меня быстро разберешь чем у меня все вон так давай подумаем сейчас ты уже осой и это и не можешь прикрываться поэтому я только это до конца и осталось втащить 4 4 она бьет соответственно насмерть ну да у нее атака ну давай 10 пошел моды подвижность модуль подвижности куда а прям прикрывается нечем прикрываться не разменялись наконец-то стальной всадник и следующая карта с названием стильной гигант до конца следующего хода стоит на 2 дешевле так вот раскат и грома знаешь что я приберегу пожалуй мы дитя и ара еще введем игру раз два три четыре вот так любить все таки выжигающего твоего кровь дочки шарашним сюда одним раскатом выбирай не нравится ну и молотилка поехала на 6 на 6 герою втащил все едь молотилка такая примолотила как это ну что ты будешь делать ну первым делом я быстрее на боли это надо было зверя от усиливать зарбалета так а мне кстати уже тут отличил тебе 23 обалдеть так за два играю мне осталось 222 играю за два обратно в строй положите существо с кладбища в руку возьмите карту если это механизм ну если со следующего хода я доживу так взял в руку ну взял с кладбища и так как это механизм взял карту в руку так хохо нет только не добивай меня подожди потерпи так одну карту потратил сыграл заказное убийство действие уничтожьте существо с ударом один или менее барса барса да так и сыграл один и стальной осу и она вызвала еще две да 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 ну есть чем прикрыться да 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 где там осы а у меня же одна вот тут а все тогда ну да одну вызвал то есть ты прикроешься от троих моих да да допустим от двух от двух вот у тебя сейчас прилетит так что мама не горит хорошо ты еще не закончил? нет еще нет сыграл четыре монеты ритуал конструкции диверсант два модуля да на осы ну конечно модуль атаки сюда модуль атаки сюда ну зря бы так и обнове из дела ну дело твое все да все ахахахаха момент истины смотри пошел заклинание свои да подожди ну смотри ну одну осу я точно заклинанием уберу 100% посмотрим чем не пришло давай трон не подожди сейчас мы с троном разберемся начала раскат грома 3 урона так усиливаем барса три сюда нет на эту ну пусть будет на эту разменялись к жизни убила 16 18 9 9 ну как бы они подожди стой 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 давай сначала тогда вот этот сделать золотой трон прошел это механизм у мы его усиливаем так там парализатор лежит модуль подвижности плюс модуль подвижности там лежит парализатор за 2 на героя на героя 4 4 внес он опытный в атаке внес 4 оборотня призову за три раз два три этот новоприбывший оборотень ну дитя и ара на героя сколько у него то 55 так а ну все кирды герою этим даже если я этим прикроюсь у тебя это тарах тайга ну все ты выиграл в любом случае поздравляю спасибо за игру ну чё ну давай так впечатление вообще про какой механика ну ты в как и до этого не играл вообще не играл вот нет ну в дистине кстати в дистине но очень мало и механика конечно там совсем другая и колоды так составляется совершенно по-другому да ну не сравнивать так чисто я не буду мне удовольствие получила до получил ты играл в дуэльные там колода строя в дуэльке там типа этого дуэль двух миров мы играем до играли но это нет это сложно сравнивать но это да это глупость нет тут совсем hard stone ну hard stone я играл очень мало вот и да очень похоже на hard stone очень ну вот этими парными свойствами я не играл в magic сразу скажу я поигрывал но я даже не знаю схожа она с ней как-то или нет ну ну на hard stone очень похоже очень от hard stone отличает вот эта механика объединения механизмов здесь моно это но это новая еще в этом сети на на этот и он прикольно поиграть можно на турниры конечно я бы не ходил нет если одна игра реально столько времени занимает но это у нас возможно настолько занимает на турнирах возможно как-то быстрее это проходит а как бы серия положил но все равно ты озвучил турнир день ты на турнир приходишь как бы уже все-таки опытным игроком не вот так как мы до вторую партию сели за ты не лазишь на в правило посмотреть какой-то нерв моменты знаешь но все равно у нас сейчас партия сказал бы наверно как исключение просто занялось да не каждая партия будет так длинный ну и я бы возможно конечно уточнил бы вот момент с балансом колод стартовых вот эти потому что механика вот этого жреца лишь большую колоду тебе нет смысла так набивали больше 40 карт вот у нас сейчас 40 моей колоде 42 карты все добавил сегодня я бусин 4 карты у меня тоже ну и кстати говоря видишь почти до конца я колоду пролистал у тебя а ко мне даже больше как-то тишь в руке постоянно больше было больше нет у меня же я же отсюда много снова до 1000 я много не мам достаю из кладбища ты моих положил прямую ее и сколько карт была прям такая заруба зарубами с надо было мощно ну ну мне понравилось скажем всем по балансу на вас я не могу только тем кто как бы может ну для тех кто хочет начать в какие вот стоит ну я думаю стоит попробовать как минимум чтобы было с чем сравнивать правила у него простейшие простейшие ну хотя в мэджике тоже простые правила довольно ну доступность наверное будет у берсерка побольше цена нету мы но у мэджик у мэджик больше карт в сете то есть здесь получается так помимо всего 210 карт это вот во всем этом релизе я могу ошибаться мне что-то так кажется в мэджике конечно гораздо больше тем сложнее добрать колоду играбельную здесь будет подешевле это составление кого да да с другой стороны я вот открыл два бустера из них всего по одной карте положил но я открыл один бустер и положил четыре карты так что пробуйте пробуйте да мы как бы не эксперты поэтому наше мнение наше мнение такое играть стоит ну хотя бы попробовать и на кухне вот так иногда раскладывать даже вот этим сетом стартовым стартовым будет интересно это интересно как они там у вас закомбятся эти карты мужики там новые там тактики подбирать это интересно ну в целом уже понятно для кухонной игры хорошо как она на турнирах ну я не турнир на игру в целом неплохо арты классные мне тоже понравились и вообще вот этот сеттинг вот этого парапан когда такого стимпанк ближе туда роботы стимпанк да вот пара план гибернетические всякие конечности такие бога раз асс механическая руку его и даже у меня это героиня видишь у меня руки металлические но у нее плюс магия то есть магия магия темная с технология она же поднимает этот лук это вообще типа костями стреляет из твоего героя типа там кости вот про него кстати тоже понятно вот кстати да вот что хотел сказать что много неясностей в правилах я вот например свое свойство героя изначально вообще не понял то есть как это назовите карту что нужно назвать именно название это надо было в глоссарии все-таки указать что когда вы называть назвать карту то есть что нужно из карты назвать поскольку ты не можешь изначально знать все свои карты то есть тебе все эти названия надо то есть ты когда не играл еще в игру ты думаешь что это очень сложно на деле ты видишь что карты комбятся и к и они показывают тебе топ-дек то есть верх твоей колоды ты уже понимаешь как играть твоим героем да но если бы изначально было это указано в правилах то не возник бы вообще вопрос принципе чем и вот по поводу лука да мы так и не разобрались что его надо поворачивать если вы не надо поворачивать дисбаланс на мой взгляд скорее всего имеется ввиду что он просто и никак глоссарии не написано вообще что такое оружие что такое тип карты оружие тип карты ладно все друзья всем спасибо играйте в настольные игры всем пока лука